Место, где все начиналось, где был первый офис нашей компании. Итак, встречайте, президент Коралл Клаб Леонид Лап. Здравствуйте. Дорогие друзья и коллеги, вы знаете, это мое стандартное приветствие. Мне очень понравилось то, что я нашел вчера. Дорогие соплеменники, жители, граждане нашей великой страны Коралл Клаб. Итак, я попробую сегодня сказать вам те главные моменты, очень важные моменты, из которых выковывалось наше, вот все наше, что произошло за все эти годы. Я не думаю, что эти моменты будут связаны с друг другом, хотя они все связаны. Но у меня нет возможности рассказать вам всю историю. Когда-то, я помню, на мероприятии Галины Петровны Шелих, она мне предоставила такую возможность, и я рассказывал два дня свою историю. Я вошел в раж, и даже за два дня я ее не закончил. Это каждый день был, то есть это было, по-моему, порядка 12 часов. И у меня еще осталось часа два, потому что на третий день, когда у нас был что-то типа лидерского совета, я еще два часа занял у этого лидерского совета, чтобы закончить. Правда, это уже не снималось. Где-то есть эти диски, где-то есть вся эта история. А сейчас я попробую, вот знаете, такими крупными мазками важные вещи. Поэтому возьмите в руки ручки. Я понимаю, в век всех записывающих устройств, девайсов, ручки, наверное, кажутся анахронизмом, тем не менее, мы ими пользуемся. Какие-то моменты будут вам важны. Итак, в декабре 1991 года я впервые попал на презентацию одной из MLM-ных компаний. Это была та первая компания, которой многие из нас знакомы. Это не была презентация на сотни людей или на тысяч. Это был разговор тет-отет. Я, конечно, когда ее услышал, я услышал всю эту систему. Короче, я влюбился, я увидел это. Мне это безумно понравилось. И я пришел домой и рассказал своей супруге Алене об этом. И прекрасно помню ее реакцию. Вот это вот очень важно. Что она мне сказала? Она сказала, Ленечка, но если бы это было так просто, то этим бы занимались все. Вы знаете, не забуду, вот почему я, наверное, запомнил я вот эту фразу, потому что жизнь показывает, что мы все к этому идем. Специально для этого выступления я вдруг подумал, наверное, будет интересно и вам тоже, и мне было интересно, каков же объем оборота имели все компании, которые были зарегистрированы в организации, которая называется DSA, Direct Sales Association или Ассоциация Прямых Продаж. Какой оборот был в 91-м году? 40 миллиардов долларов. Данные по 2018 году, у меня нет по 2019, потому что этих данных просто-напросто по какой-то причине еще нет в интернете. Может быть, я не смог найти, но, скорее всего, их просто нет. Данные по 2018 году, это почти 200 миллиардов. Так вот, вот эти вот 40 миллиардов к 200 миллиардам была вот такая покойненько-спокойненько. Она идет ровненько-ровненько-ровненько, то я думаю, что мы не удивимся тому, что, несмотря на то, что 2020 год такой непростой, такой сложный, вполне возможно, что 2020 год будет круче и больше, чем и 2019, и 2018 год. И еще один важный момент, который на каждой презентации, я это сам использовал постоянно, и буквально недавно, я прочитывал, Дорогие друзья, небольшая техническая накладка. Президент очень скоро появится снова и продолжит его выступление. Я надеюсь, что каждый из вас уже успел оценить все преимущества нашей платформы. Вы активны, вы участвуете во всех возможных фишках геймификации, зарабатываете Coral-фишки. И сегодня вас ждет масса призов в магазине подарков. Итак, друзья, я надеюсь, что сейчас каждый из вас поближе подсел к своему экрану и готов слышать дальше продолжение нашего форума. Нас ждет еще очень много всего интересного. Но у нас впереди награждение новых дабл серебряных мастеров, нового золотого мастера и... И платинового мастера компании. Интересно, кто же у нас? Друзья, давайте попробуем еще раз все вместе с вами. Попросим нашего президента еще раз выйти с нами на связь. Леонид Августович? Ну, вроде да, вы сигнал видите наш? Окей, друзья мои. Мне сказали, что я могу продолжать. Хотя я себя пока не... О, я уже себя тоже увидел. Прошли эти несколько секунд задержки. Все здорово. Вы видите, каков уровень энергии? Что происходит? Приборы не выдерживают. Я очень надеюсь, что вот все то, что мы имеем сейчас, оно все-таки выдержит и даст возможность мне завершить, а нам всем с вами продолжать. Итак, правильное место, правильное время. И то, что я сказал, несмотря на то, что многие из вас много-много-много лет, все равно их это тоже касается. Ибо это правильное место и правильное время – это субстанция непростая. Она зависит от людей, которые используют это. Не зря говорят о 80%. Очень многое зависит именно от людей, будет ли это место правильным и место, и время, или нет. Вы знаете, существуют такие люди, для которых любое место будет неправильное, и время лучше бы его вообще не было. Для нас всех все очень здорово. Мы в правильном месте, мы в правильное время. Мы в удивительное время. Я сегодня разговаривал с Мариной Яковлевной Федоренко. И что она мне сказала? Вы знаете, чудо. Спасибо всей этой ситуации. Спасибо, что нам не дают общаться. Спасибо, что у нас нет возможности куда-то выехать. Мы осваиваем новые технологии, мы погружаемся в это с такой скоростью, с такой силой. Опять могу сказать. Опять-таки, правильное место и правильное время. ПМЛМ меня лично привела, конечно, вот эта та любовь, та страсть, которая меня охватила после вот этой самой первой презентации декабря 1991 года. Тогда я понял, что я подумал об этом. Понял я, наверное, чуть попозже. Я понял, что это... Дорогие друзья, у нас межконтинентальная связь. Энергия на самом деле зашкаливает. Да, установить связь с другим континентом все-таки непросто. Это прямой эфир. И вашему вниманию специально мы... Сейчас все-таки я уверен, что мы сможем... Думал, что ну нет призвания. Мы сможем организовать связь. Итак, готовьтесь, друзья. Сейчас продолжится выступление. Просто вам дается специально время, чтобы вы смогли обдумать слова нашего президента. Может быть, кто-то доделывает, доезжает до места с просмотра нашего форума. Поэтому приготовьте себе коралловой водички. Сделайте себе чашечку фан-детокса. Приготовьте себе обед или завтрак, у кого какое время сейчас. И поэтому это прямой эфир. И самое меня радует то, что когда ты прямой эфир ведешь в Инстаграме, тоже бывают различные неполадки. Вот у нас был эфир с Розой Фоминой, и мы минут пять, по-моему, настраивали. И зато было так волнительно. Ты понимаешь, подписчики подключаются, подключаются. Еще больше, еще больше энергии, накал страстей. Ну и у нас связь с Канадой уже немного налаживается. Да, у нас на самом деле просто так все не происходит. Это, видимо, специально, наверное, кто-то бежит к своему монитору для того, чтобы подключиться к нашей трансляции и услышать для себя самые нужные, важные слова нашего президента. Ведь сегодня каждый из вас находится в первом ряду на нашем замечательном форуме. Я надеюсь, что формат сегодняшнего онлайн-мероприятия, сегодняшнего и вчерашнего нашего форсайт-форума, он для вас будет максимально полезен. Я хочу обратить ваше внимание, что по просьбе Жанары, Жанара говорила о том, что она не успевает посмотреть все записи, весь эфир. Да-да-да-да-да. Да, и обратилась Жанара с просьбой, как можно сделать так, чтобы Жанара посмотрела эфир чуть-чуть позже. И мы приняли решение, что до 20-го числа, до 20-го июля те, кто приобрел билет на форсайт-форум, будут иметь возможность просмотреть в записи наш эфир. Значит, я смогу спокойно понедельник-вторник насладиться форсайт-форум 2020 у себя дома и посмотреть, как же все-таки мы с тобой выступали в прямом эфире. Ознакомиться с теми новинками, о которых вчера озвучил Сергей Семенченко. Вспомним с вами, друзья, это «Зубная паста» и «Оушен Мин». То, что вчера я увидела и пересматривала утром, этот видеоролик до муражек меня вдохновило, то, что мы ждем впереди. Поэтому понедельник-вторник, Владимир, рекомендую тоже посмотреть весь форсайт-форум в записи. Это отлично. Компания делает все для нас, чтобы мы полноценно записали все цитаты. Кстати, за цитаты вы тоже получаете и коралл-фишки. Все цитаты, все выступления, пересмотреть, законспектировать. Может быть, даже поделиться со своими друзьями какими-то определенными видеороликами. Например, эфир Михаила Литинского. Я уже даже знаю, кому его показать. Своим мужчинам-бизнесменам, друзьям, которых однозначно не оставит равнодушным их это, вернее, видео. А я планирую смотреть эфир не только понедельник-вторник, а буду его пересматривать и вплоть до 20-го числа, потому что очень много полезной информации. Для меня лично многие лидеры открыли совершенно с другой стороны. И именно к этому форуму у нас была особенная подготовка. Вы знаете, что наши награждаемые, лидеры в рангах от серебряного мастера и выше. У них была специальная сессия с тренером, которая помог им раскрыть глубину своей души, для того, чтобы они могли лучше. И более простое, открытое было выступление. Поэтому те выступления, которые я отрывками слышал вчера, они были действительно вдохновляющими. А что нас ждет еще сегодня? Поэтому, друзья, до 20-го числа у вас будет возможность такая просмотреть эфир. Возможно, кто-то не мог подключиться к платформе, у кого-то были какие-то сложности. У вас все эти возможности будут. И, конечно, хочу еще раз, пользуясь случаем, поблагодарить свою соведущую, Жанару, которая... Я просто не знаю, чтобы мы все делали без такой очаровательной соведущей, которая делится своей энергией с нами, со всеми. Благодарю, Владимир. Связь с Торонто восстановлена. На связи у нас президент компании, Леонид Тлап. Я ничего не вижу у себя. Картинка мне не приходит. Окей. Итак, нас все-таки проверяют, и это хорошо. Мы все это выдержим. Я не вижу никаких проблем, кроме того, что у вас была у всех возможность быстренько попить чайку или куда-нибудь сбегать, вернуться назад, и поехали дальше. Итак, в 92-м году я опубликовал такое объявление в газете «Весь мир в кармане». Вы прекрасно понимаете, что я тем самым хотел вызвать на себя людей, которые бы мне звонили, и я бы постарался их привлечь в дистрибьюторы. Были звонки, и достаточно, я считаю, успешное было это объявление. Кстати говоря, это название Романа Чейза «Весь мир в кармане». Но главное, наверное, здесь следующее. Мы постоянно хотим найти возможность привлечения людей. Я знаю, что особенно молодые дистрибьюторы, дистрибьюторы, которые что-то попробовали, им кажется, что есть возможность найти что-то более оптимальное, а не спрашивают о каком-то профессиональном бизнес-предложении. Я понимаю, что хочется иметь такое бизнес-предложение, от которого невозможно отказаться, которое бы убило бы. Вот, и все, все были бы наши. Друзья мои, не существует такого. Не существует. Не потому, что я этого не знаю или не хочу с вами поделиться. Потому что в бизнес-предложении сложено вместе очень много моментов. Первое, это его часть аттрактивная, та часть, которая должна сработать так, чтобы люди вам позвонили. чтобы люди вам позвонили, а дальше необходимо им надлежащим образом что-то объяснить. Так объяснить, чтобы им захотелось быть с вами. Когда я вот слышал вот бизнес-предложение, и когда бизнес, вот, когда говорят, бизнес, бизнес — наша жизнь. Я хочу вам процитировать цитату, которую я тоже узнал совершенно недавно, и она так мне легла на душу. Я думал не один день над этим. Это цитата известного японского писателя Харуки Мураками. «Дело нашей жизни — это не дело, а сама жизнь». И вы знаете, да, я думаю, все четко поняли. Я сразу понял, какое бизнес-предложение мы можем сделать. Оно будет таким. Наше бизнес-предложение. Меняем вашу жизнь на нашу. Имейте вот это вот, это качество инструмента, и тогда все будут спрашивать вас, а что же вы можете нам предложить? А что же, что же такое, чем отличается ваша жизнь от нашей жизни? Уверенность. Ну, вера, это, наверное, любимое мое, потому что тогда, когда я прочитал о вере в себя, вере в других, вере в компанию, ее продукт, и вере в нашу индустрию, конечно, она, я тоже это, я над этим очень долго думал. Все те, кто этого не слышал, или, возможно, думаете, что это какая-то проходная фраза. Друзья мои, это очень важно. Безусловно, вера в себя, никому не дайте разрушить, самая главная вера в себя, это ваши взаимоотношения с самим собой. Насколько вы уверены сами верой в себя. Есть такие дистрибьюторы, которые думают о том, что вот, как же так, моя даунлайн, я же, мне будет с ними сложно, они доктора наук, возможно, они профессоры, или даже академики, или обладают, имеют какие-то очень серьезные регалии, что-нибудь еще, они круче, выше, серьезнее, друзья мои. На то и существует МЛМ, это прекрасно. Я вам всем желаю больших, классных, мощных, интересных дистрибьюторов в вашу сеть. я не буду говорить о фамилии того космонавта, который, космонавта, который я встретил как-то в офисе у нас на Беговой, вот, по-моему, это даже, это была, даже еще тот, по-моему, самый первый офис был, нет, это был офис на Беговой, и я хотел с ним немножечко поговорить, он сказал, что очень спешит, но, друзья мои, кто угодно у нас является нашими дистрибьюторами, можете по этому поводу не переживать. Продукты компании, святое дело, и вера в нашу индустрию, в МЛМ, несмотря на то, что существует большое количество компаний, которые уходят из бизнеса, которые банкротятся, абсолютно ничего страшного, это не что иное, как результат, наверное, кажущейся простоты, кажущейся простоты, кажется, ну, это вроде бы легко, ведь это же так просто, как многим кажется, привлечь людей на возможность употреблять продукт, на возможность иметь какой-то серьезный доход, изменить свою жизнь, кажется, что это просто, кажется, это все не просто, ибо наш бизнес, он не для всех, наш бизнес, для элиты, и каждый из вас может себя сто процентов чувствовать себя принадлежностью к этой элите. Если мы говорим о несгибаемости, важный очень момент, каким образом можно отделить, найти, когда нужно быть таким стойким, как оловянный солдатик, а тогда таким гибким, как пластилин. и когда-то я тоже придумал, нашел такую интересную очень фразу, и я, правда, говорил я иначе, говорил я обычно так, MLM – это бизнес здравого смысла. Сейчас я чувствовал, что что-то немножечко не то. Почему? Далеко не каждая компания MLM достойна просто-напросто приложение сил, энергии, времени и веры в нее. Правильнее будет так. Coral Club – это бизнес здравого смысла. Великая штука терпения, и каждому необходимо этим обладать. Каждый день говорить одно и то же, каждый день повторять одно и то же. Нужно, помимо громадной любви, нужно, конечно, обладать великим качеством, которое называется терпением. И, вы знаете, когда-то я, вначале я поражался, потом я понял, у нас есть что-то, с чем мы можем сравнить. Профессия учитель. Вот это я реально думал, господи, как же так? Одно и то же, ведь эти люди каждый год преподают в одних и тех же классах. И даже если они придут в разных классах, то все равно у кого-то есть первый или второй или третий или пятый или шестой. И каждый год заново, каждый год заново, каждый год заново, каждый год заново. И вот это каждый год заново учитель. Знаете, что интересно? Мой сын учитель, наш сын с моей женой. Учитель, и я вижу, что он делает. Более того, ему это нравится, он получит. что, дорогие друзья, вы чувствуете, насколько важная и ценная информация, ее нужно дозировать. Мы должны порциями ее принимать, поэтому снова передохнули и возвращаемся в студию в Торонто. Охренеть. Окей. Итак, вы видите, это кусочек сцены, который мы смонтировали у нас в офисе в Торонто. Я специально думаю, может быть, у него другое название. И я специально проверил название. Да, на самом деле это принадлежность сцены, называется задник. Вот таким образом он оформляется. И представьте себе, как у нас наши офисы, наши лидеры имеют вот такой вот кусочек сцены у себя. И идет перекличка. Перекличка городов, перекличка стран. Привет, Вена! Как ваши дела? У нас уже 20 австрийских мастеров. О, но это немного. Вот у нас в Германии отвечают из Берлина. У нас их уже 200. Нет. А вот в Штатах все завидуют. А в Штатах их уже тысяча. И они уже подбираются, у них уже скоро будет два звездных мастера. А как дела? У нас есть Рио-де-Жанейро. Как дела? Как погода на Капакабане? Ну, конечно, у вас там всегда все хорошо. А у нас в Брисбене не очень, в Австралии. Но новый шейк очень помогает улучшить настроение. Выпил и закусывать не нужно. И это все. И это все мы. И мы освещаем себе путь. для того, чтобы самим не спотыкаться. Для того, чтобы те люди, которые рядом с нами, эти люди могли иметь классный, красивый, интересный путь. Идти по оптимальному направлению. Мы освещаем мир. К сожалению, я не вижу репортаж, который идет. Мне сказали, сейчас говорят, что вы включили ролик. Ну что, друзья, вы чувствуете уже, сейчас Леонид Августович нам рисует картинку будущего. И на самом деле, если есть люди, которые предвидят будущее, вот Леонид Августович его видит, он очень часто то, что говорит Леонид Августович, оно прям вот в жизни происходит именно так. Поэтому то, что сейчас может для кого-то из вас казаться какой-то фантастикой, поверьте, пройдет какое-то небольшое количество лет, и эта фантастика станет реальностью. Поэтому давайте внимательно еще раз попросим, во-первых, наше пространство, чтобы интернет был очень качественным в Торонто, и мы снова смогли восстановить связь. И сейчас нам Леонид Августович обрисует наше счастливое, замечательное будущее. А я могу подтвердить твои слова, Владимир, потому что на самом деле то, что Леонид Августович говорит, и с каждым годом он как волшебник, и у меня воплощается это в жизнь, потому что та тема, которая была предыдущая, мастер-20 тысяч, баллов, она меня всегда впечатляет, и я с нетерпением жду тех мастеров, которые уже вот-вот в награждениях 20 тысяч, особенно, когда вы, Владимир, объявляете их с новостных всех эфиров компании, для тех, кто смотрит каждую среду, кажется, да, каждую среду месяца. Ну, в общем, следите за эфиром новостей Коралл Клаб, когда Владимир объявляет новые ранги, мастеров 20 тысяч, и вы знаете, это волнительно, у меня в команде тоже такие люди есть, и вот именно тот момент... сама Жанара у нас тоже является мастером 20 тысяч баллов. Вот, и мы возвращаем наш эфир в Торонто. Леонид Августович, вам слово. Вы сейчас видите ролик, который я подготовил, которые подготовили мои коллеги по моей пузьбе. И в этом ролике должны были быть показаны звездочки. Звездочки, они освещают, звездочки, это мы с вами. Звездочки, ведь звездочка, любая звезда, это солнце. Это только ночью мы видим звезды, как звезды. Мы не видим их днём по одной простой причине. Яркость высокая. Мы их не увидим, мы не можем их видеть. Но они такие яркие, и мы не можем на них смотреть, потому что они освещают мир, они показывают дорогу. Это мы с вами. И нас много, потому что всё то, чем мы занимаемся, аттрактивно, интересно, чудесно, это фантастический бизнес, это удивительный бизнес. Удивительное дело, потому что мы с вами видим громадное количество людей, счастливых, довольных. И они все уверены, что ещё немного, и нас будет больше в 10 раз, в 100 раз, в 1000 раз. Успехов вам всем, друзья мои. Всего хорошего. Игорь Негода. Игорь Негода.